Представляешь, я пошел работать по специальности. К сожалению, эта фраза в последнее время звучит с нотками удивления. Проблема трудоустройства вовсе не нова. Сегодня в ЧГПУ имени Яковлева собрались выпускники вуза разных лет, чтобы обсудить проблемы трудоустройства молодых специалистов. В разговоре приняли участие глава республики Михаил Игнатьев и министр образования Владимир Иванов. На десяти факультетах ЧГПУ обучаются более шести тысяч студентов. В 2013 году трудоустроено 875 выпускников. Из них в образовательное учреждение 302 человека, то есть примерно 35%. Вот и 13 из 16 одногруппников Маляки Гасановой пошли работать не по специальности. Хотя девушку это очень удивляет. Когда общались с журналистами, очень часто задавали следующий вопрос. Ну вот вы, наверное, точно не пойдете работать в школу. Для меня всегда это было удивительно. Оказалось, как так возможно, когда учишься в педагогическом университете, когда ты сознательно выбираешь то дело, которое тебе нравится, и потом его прервать. Я всегда твердо говорила, что я буду работать в школе. Я сдержала свое обещание, действительно работаю в школе. И я воспользовалась той программой, которая предоставляет для молодых педагогов по улучшению жилищных условий. Поддержка молодых педагогов – одна из приоритетных задач правительства Чувашии. Это самое эффективное средство в борьбе со старением педагогических кадров. У нас доля молодых учителей в возрасте, работающих старше, имеющих 2 года, совершенно маленьких, до 3% даже не дотягиваем. А если 35%, там, конечно, 14%. Вроде звучит красиво, но это все равно мало. Очень мало, потому что, как минимум, мы должны довести до 8%, иначе у нас старение происходит. В Чувашии действует несколько республиканских и муниципальных программ, направленных на мотивацию молодых специалистов. Кроме ипотечного кредитования молодых учителей, можно получить также субсидии на жилье в сельской местности. Например, студент 5-го курса Юрий Выросов уже преподает историю, но после окончания вуза собирается вернуться в свой район. Вы вправе рассчитывать на помощь государства, заметил глава Чувашии. Наша задача для того, чтобы закрепить на определенный срок, чтобы там был хороший дом, газ у нас везде, хорошие условия, горячая вода, тепло, уют, земельный участок, цветы и так далее. И в свободное время там могли заниматься уже благоустройством своей территории. Как ни странно, в свете ранее названных проблем, довольных своей профессией и условиями, оказалось достаточно много. Недочеты и некоторые трудности, обозначенные присутствующими, были взяты властью на заметку. А студенты и выпускники заявили о своем желании трудиться по специальности. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.